давно забыл твою улыбку и не пишу она стихов ты знаешь я влюбился в скрипку она как ты не знает слов у нас гостя очаровательная так музыкант педагог и просто красавица акинай джусуб джанова здравствуйте доброе утро какая красивая такая очаровательная прошу вашу скрипку возвращаю отлично как ваши такие гости как вы приходят и освещают нас такой красной энергетикой такой красотой ну конечно у нас будет все хорошо нами кофе не нужен ничего такого крепкого не надо ну что ж и вы пришли к нам не с пустыми руками мне кажется для начала мы должны вас наверное не отказать или попросить продемонстрировать ваш талант и потом начать наш разговор хочу сыграть произведение кыргызского автора от агумбаева и смд и 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 Правильно? Это классическая какая-то, электронная? Да, сейчас на данное время есть такие скрипки. Очень модно сейчас стало выступать именно на электронных скрипках. Это на всяких торжествах, на праздниках, на городских мероприятиях. Это, получается, сделано скорее для наших людей, для наших любителей музыки. Для того, чтобы скрипка не только своим звучанием брала, но и своим видом, новым видом. Электронные скрипки, они, конечно, отличаются своей внешностью. Если такая классическая академическая скрипка изготавливается из дерева, то там уже совсем другой материал и совершенно другие цвета. Абсолютно любой цвет может быть и белый, и красный, и желтый, и черный. Уже по желанию, да, уже? Да, да. Но вы все-таки, я смотрю, придерживаетесь классической? Да, у меня есть классическая, но и электронная тоже есть. Конечно, как вы за это. Со скольки лет вы занимаетесь? Я занимаюсь на скрипке именно с 8 лет, а вообще музыкой с 5 лет. А как педагог? Уже с самых малых лет? Да, с самых малых лет. А как педагог? Как педагог я начала с 17 лет преподавать. А у вас сейчас сколько? Сейчас 24. У девушек такие вопросы не задают. Я же могу спрашивать. Если бы ты спрашивал, то... Да. Что она несправедливая? Ну, слушайте, а почему скрипка? Почему не контрабаст? Почему не гитара? Почему именно скрипка? Вот вы сами выбирали, как это часто бывает. Родители перевели в кружок. Если это девушка, то либо на пианино, либо на скрипке. Да, есть такое. Но вот моя музыкальная жизнь началась так, что с 5 лет я пошла на фортепиано. Потом по семейным обстоятельствам мы прекратили уроки, а когда уже мне было 8, мама решила снова отдать музыкальную школу. И вот тогда как раз таки встал вопрос, на какой инструмент отдать. У меня родственники, они сами по себе музыканты, и моя Пашка была министром культуры, это Кулеба Кондычалова. Да. Так вот откуда ноги летут, да? Да, и мои тети, дядя, есть виолончелисты, министы, то есть такие есть у меня родственники музыкальные. И как раз таки моя тетя, она посоветовала отдать меня на скрипку. Так мы пришли в школу, прошли пробные занятия, мне показали инструменты, и таким образом я начала играть на скрипке. В крови, оказывается, есть тяга к музыке. Да, творческая, культурная. Ну, если честно, правильно сделали, что не ошиблись со скрипкой. Во-первых, вот просто элементарно бывает, это контрабандист, бедолага, пока приедешь, пока увезешь. Контрабасист. Контрабасист, да. Даже есть такая пьеса, где играет этот, российский актер, это вот недавно поставили, Хабенский. И он показывает в ней, как он то ненавидит его, то любит, и всю эту личную жизнь за этого инструмента. А здесь скрипку взял быстренько, легко, просто. Ну и, конечно, вам очень идет. Спасибо. И как музыкант, конечно, мы же видим, что вы музыкант, педагог. Как музыкант вы, конечно, играете в оркестра. Да, играю. Ну, сейчас я работаю в Театре оперы-балета имени Молдубаева, играю в симфоническом оркестре. И пока все, пока только в этом оркестре. А до этого также играла и в камерном тоже оркестре, в Чуйский камерный оркестр. О, классно. Ну, не могу не спросить такой вопрос. А сами пишете ли музыку? Все-таки с юных лет занимаетесь? Нет, к сожалению, нет. Почему? Ну, к этому тоже должна быть другая способность, именно к композиторству. У меня к такому нет. У меня больше на исполнительство идет. А каверы, может быть, какие-то вы делаете, применяете ли? Да, сейчас есть каверы. Очень известный скрипач сейчас есть, американско-немецкий. Его зовут Дэвид Гарретт. И сейчас многие скрипачи идут за ним, так как он дал нам огромную возможность. Он начал переводить классическую музыку в рок. Вау. Да, и вот это его любимые жанры, получается, классика и рок. Он часто это совмещает. И благодаря ему и другие скрипачи тоже по всему миру начали... Последовали за ним, да? Да, последовали за ним, да, и начали также играть. И получается, мы как бы играем каверы на его каверы, так скажем. Каверы на каверы? Да. Сограть из его жанра? Из его, да. Это Майкл Джексон, Smooth Criminal. Давайте, каверные, коварные вы наши. Каверы на каверы. Музыка Такое, динамичное, прям заряжает таким энергичным настроением. Да. Тоже легенда же. Да. У вас какая-то должна быть все-таки мечта, наверное, как музыкант, может быть, в какой-то группе сыграть, может быть, в какой-то компании самых известных. Расскажите, поделитесь, нам очень интересно. Если касается нашей страны, я три года играла в группе НСА у Курмангаза Загбаева вместе с Нураимом Загбаевой. Вот три года я с ними играла, и сейчас я выступаю отдельно. И, если честно говоря, вот мне больше нравится выступать сольно, нежели в группе. А вот именно в этом плане, как сольно играть, очень мало таких… Может быть, я просто не как ценитель классической… Хотя я очень сильно люблю классическую музыку. Ну, я помню, вот с детства Ванесса Мэй вроде бы, потом сейчас какой-то французский есть, такой длинный волосый, парень тоже очень хорошо играет. И вот вопрос только возникает. Трудно ли как солисту пробиться, стать известной скрипачкой в вашем случае? Вот что для этого нужно, как вы думаете? Для этого нужен, конечно, прежде всего талант. Ну, мы видим, он есть. Действительно хорошо играть, да. А дальше уже… Второе – это идти в ногу со временем. То есть, вот сейчас уже современный мир, так как вот делает Дэвид Гарретт. То есть, это играть… Классику уже совмещать с другими жанрами. И третье – это, конечно, финансы. То есть, чтобы стать популярным, конечно, нужны финансы, чтобы снимать, записывать прежде и потом уже снимать клипы. Их… А помимо музыки, чем вы занимаетесь? Какие у вас увлечения? Помимо музыки… Сейчас я занимаюсь волонтерством. Состою в фонде «Ветераны-365». То есть, это мы каждый день помогаем ветеранам войны. И иногда помогаю деткам, которые в детдоме тоже к ним ездила когда-то, давала им концерты, играла с ними, пела. Вот… Да, такое… Такая добрая, такая красивая. Узвей такой доброй, позитивной энергетикой. Да, и тогда сразу возникает тоже вопрос – вы не замужем? Замужем, замужем. Кольцо на пальчике не заметил, да? Повезло ж кому-то, да? Завидуем, завидуем. Мне кажется, многие мужчины, сидя за экраном телевизора, наверное, тоже почувствовали зависть. Повезло. А как вы мечтаете? Мечтаю… Сейчас мечтаю, конечно, создать большую семью. Это сейчас для меня очень важно, так как вот тоже я совсем недавно вышла замуж. Мы сейчас ждем ребеночка. Вау, поздравляю. Спасибо. Спасибо. И вот сейчас у меня самая главная цель – это моя семья. В цели карьеры, конечно, тоже хочется стать популярной, пойти много со временем, играть в современные произведения и выступать на самых грандиозных мероприятиях нашей страны. Ну, мне кажется, у вас получится. Конечно. Потому что много, когда хорошего все-таки делаешь, и Боженко тоже такой – ну, молодец, надо ей помочь. Дай Бог. Ты заслужила, да? А вот, слушайте, как я на год, допустим, ну, если человек взрослый, но любит музыку все-таки и хочет тоже заниматься… Как обычно это бывает? Вот у меня есть друг, вот он хочет заняться, учиться на скрипке, но ему уже скоро по тридцать. Берете ли вы таких себе обучений? Ну, на самом деле, да, вот если брать городские школы, то они не принимают, к сожалению, уже взрослые, там только детей принимают. Но если это частная музыкальная школа, то да, мы принимаем. Без проблем. Да, да, без проблем. Это частное занятие, либо действительно частная музыкальная школа. У меня был такой ученик, самый взрослый ученик, ему было 27 лет. Тоже пришел взрослый парень, говорит, хочу научиться играть на скрипке. И я взялась за обучение, и у него было настолько такое прям горящее желание, что он действительно научился. Конечно, он не играл, он занимался где-то год или полтора. И научился. Да, он научился, но, конечно, не профессионально, но для себя, как он хотел, да, он уже научился, какие-то азы он уже получил. То есть вы преподаете полностью это и ноты, как читать ноты? Да, туда входят как бы уроки с альфеджо, это теория всей музыки и непосредственно сам инструмент скрипка. У меня тоже желание загорелось. Да нет, конечно, вообще заниматься, мне кажется, по моему мнению, что человек, человечество за все свое существо сделало всего лишь, ну, хорошего, не так уж много. И вот одно из них, это, мне кажется, музыкальный инструмент. Да. В число, в таких хороших что-то. И, конечно, ну, если у нас среди телезрителей будут такие вот желающие, которые хотят пойти научиться, ну, не только скрипки, может, кто-то на гитаре, кто-то на барабанах. Ну, мы знаем прекрасно, что музыкальный инструмент – это все-таки тоже вещь недешевая. Да. К сожалению. А можно будет узнать, ну, примерно среднюю цену, допустим, скрипки вот. Вот, если есть среди наших телезрителей молодые мамы, которые смотрят, вот, думают, надо свою дочку тоже или себе отдать. Ну, сейчас есть более такой оптимальный вариант для учащихся музыкальных школ – это китайские скрипки заводские, они стоят 100 долларов. Угу. Да. Миллиона долларов. Ну, нет, ну, у него сами по себе скрипки всегда считались. Да, конечно, да. Один из великих скрипичных мастеров это был. Конечно. Ну, и откуда у меня эта информация в голове? Ну, и, конечно, следует такой же вопрос возникает, но все равно, если есть по возможностям, лучше взять хорошее. Сначала учиться на хорошей скрипке, потому что звук же он такой. Ну, если более-менее хороший инструмент, можно за тысячу долларов купить. Ну, по возможностям лучше возьмите хороший инструмент, потому что звучание зависит. Конечно, да, зависит. И ребенок тоже будет учиться сразу, когда, как говорится, если есть слух, то пускай этот слух. Конечно. Я прям как педагог тоже. Тебе есть жилка. Сыграйте нам что-нибудь позитивное. Позитивное? Да. Из ваших любимых, так скажем, матрёчек, из одних ваших любимых таких музыкальных произведений. Звучит музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В которых есть вот это романтическое чувство внутри Есть, остались такие мужчины? Есть, есть, да Я видела очень много предложений, очень много романтических ужинов И была также очень рада, что есть такие парни действительно Вот, если говорят девушке, что таких не осталось, видишь, есть Есть Яркий пример, это вы, да? Да, и вот очень много было таких предложений Играла, да, играла Никогда еще не было, чтобы девушка отказала Всегда все девочки были в умилении Да, в умилении всегда говорили да Ну и, конечно, опять же, нельзя не спросить Вы, как музыканты, мы же понимаем, что вы сдаете экзамены Играете, и это присутствует волнение, когда на сцене ты сдаешь Бывало такое, что вот ты играешь, забываешь какой-то момент Но ты тут что-то где-то симпровизировала И обратно, так сказать, подшила все И дальше пошел по плану Бывает такое, да, бывает Ну, в этот момент самое главное не показать, что ты ошибся То есть лицо должно быть абсолютно спокойное лицо Да, не показывая и просто перехватить этот момент как бы И дальше продолжать играть Ну и, конечно, нельзя не спросить обратно же Что ж, я такой верю, неугомонный Ваше самое такое любимое произведение, которое вы хотели бы сыграть Или любите играть, там, допустим, как «Скрипка дьявола» Забыл, кто его так хотел быстро сказать «Скрипка дьявола» «Дьявольские трели», возможно Да, да, да «Тортини» Да, вот, может быть, из таких великих кого-то Я люблю очень произведения «Паганини», его скрипичные концерты И мне нравится, например, его второй концерт И третья часть называется «Кампанелла» Вот это мои любимые произведения А времена года? Времена года, да Они у музыкантов как бы считаются заезженными, если честно, да Потому что очень часто они играются на всех концертах И у нас это так считается Но есть очень много и других произведений, которые еще не были играны Или же просто они мало исполняются, но также очень красивые А самое сложное считается, чьи произведения для скрипачей? Самое сложное – это вот как раз произведения «Паганини» Это потому что был самый великий скрипач-виртуоз То есть он играл очень сложные произведения Сам их писал И поэтому его произведения считаются самыми сложными Допустим, сейчас на нас смотрят и, может, в них тоже загорелось Желание научиться играть на скрипке И вот для них специально можете дать свои топ-5 советов С чего начинать и как к этому приступить? Чтобы заняться музыкой, конечно, нужно прежде всего желание Это первое, горящее желание Второе – это нужно начинать, не сидеть Нужно находить педагога Очень многое, потому что и от педагога зависит Чтобы потом не бросили Третье – это, конечно, начать занятия, думаю Определиться с музыкальным инструментом, наверное, тоже надо определиться Да, да, определиться с музыкальным инструментом То есть это, наверное, входит в первое Потому что когда желание появляется, уже есть желание Именно на какой инструмент пойти Либо это пение, потому что пение – это тоже инструмент Либо же это музыкальный определенный какой-то инструмент Вот это уже в желании, я думаю, загорается. Ну, не знаю, то опять не могу сосчитать. Это очень много, да? Я думаю, только это, да. Это индар музыкальный инструмент сам нужно приобретать. Успех учителя заключается в успехе его ученика, так говорится, да? Да, да, есть такое. Так что, ну, запомните, если хотите чего-то достичь, нужно тоже выбирать, как бы это ни звучало, выбрать хорошего учителя. Но у нас, я как понял, в городе, в нашей стране, да и вообще, их предостаточно, много людей, которые умеют. Пока достаточно, но даже в таком количестве педагогов иногда не хватает. И музыкальные школы с этим, конечно, борются. Просто многие музыканты, они вот предпочитают больше исполнительства, нежели быть педагогом, да. И поэтому есть в этом проблема. Ну и, конечно, мы себе не можем в этом отказать. Вы такая очаровательная, ваши пожелания для наших телезрителей на сегодняшний день, ну и, конечно, на все последующие от вас. Конечно, я желаю всем нашим телезрителям здоровья, счастья. Вот наступил уже Новый год, и пусть в этом году у вас будут новые впечатления, новые эмоции. И занимайтесь музыкой, так как это очень обогащает вашу жизнь. И будьте счастливы. Спасибо большое. Мы вам желаем счастья, крепкой любви со стороны мужа. Ну и, конечно, ждете пополнения. Берегите себя, любите себя. Ну и друг друга, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего вам доброго. Всегда будьте на позитиве. И пусть в вашей жизни всегда будет солнечно. Спасибо. У нас в гостях была прекрасная Акинай Десубджанова, музыкант-педагог. Мы не переключаемся, мы просто на пару мгновений исчередим и снова вернемся к вам.